Рубеж XIX-XX веков В начале XX века Россия активизировала дальневосточное направление внешней политики. Следует отметить, что в конце XIX века Дальний Восток вызывал все больше интерес великих держав. Слабый на тот момент Китай подвергался империалистической агрессии большого числа стран. Зоны влияния приобрели Англия, Германия и Франция. Корея, Тайвань, Пескодорские острова были отторгнуты Японией, претендовавшей на ведущую роль в Тихоокеанском регионе и готовившей вторжение в Маньчжурию. Укрепление Японии практически на границе России представляло угрозу безопасности восточным районам последней. Как и другие страны, Россия намеревалась приобрести на Дальнем Востоке свои зоны влияния. В 1896 году Россия и Китай заключили оборонительный союз против Японии. Началось строительство Китайско-Восточной железной дороги. В 1898 году Россия получила в аренду у Китая часть Ляодунского полуострова с порт Артуром. Присутствие российского флота в бухте Циньхуандао позволяло ей проводить активную политику не только в Китае, но и на Корейском полуострове. В 1900 году русские войска были введены в Маньчжурию. 30 января 1902 года Япония заключила с Англией оборонительный союз. И Россия, и Япония стремились к полному господству в Китае. Переговоры 1903 года не привели ни к чему. В январе 1904 года русско-японская война началась. Обладавшая огромнейшим военным потенциалом Россия была уверена в быстрой победе. Однако ее военные ресурсы на Дальнем Востоке оказались значительно слабее японских. Японский военно-морской флот превосходил флот России количественно и качественно. Историки определяют войну с Японией несвоевременной, проводимой без достаточной подготовки. Дальневосточные территории России оставались недостаточно связанными с центром. Отсутствовала элементарная осведомленность русской стороны о действительных силах неприятеля. Война была несвоевременна и в силу общей политической обстановки. Австрия, Англия и особенно Германия вели против России сложную дипломатическую борьбу. Начинать действия на Дальнем Востоке означало ослабить свои позиции на ближнем, что и сказалось позже. Кроме того, казнократство российских военных чиновников подорвало стратегические ресурсы. Из-за произошедшего в эти годы экономического кризиса катастрофически не хватало финансов. Россия оказалась также и в международной политической изоляции. Франция заняла нейтральную позицию, Великобритания и США активно помогали Японии. В ночь на 27 января 1904 года без объявления войны на рейде Порт-Артура японский флот обстрелял русскую эскадру. Утром 27 января в корейском порту Чемульпо два русских корабля были атакованы японской эскадрой. В конце февраля-начале апреля на Ляодунском полуострове и в южной Маньчжурии высадились японские десанты. После ряда успешных операций им удалось отрезать крепость Порт-Артур от основных русских сил. 31 марта еще одна русская эскадра была выведена на внешний рейд, чтобы вступить в бой с противником и заманить его корабли под огонь береговых батарей. Однако в самом начале боя флагманский корабль подорвался на мини и затонул. Большая часть команды погибла. После этого русский флот перешел к обороне. Командование дальневосточными силами отказалось от активных действий на море. Летом японская армия развернула наступление в двух направлениях – против крепости Порт-Артур и главных сил русской армии. Крепость Порт-Артур выдержала 6 штурмов и в декабре 1904 года была сдана. В 1905 году Россия потерпела два крупных поражения – сухопутное под Мугденом и морское, около острова Цусима. Однако, несмотря на эти поражения, Россия не утратила возможности продолжать борьбу. Непрерывно подходили подкрепления войсками, поступали боевые снаряды. Но вера в собственные силы была потеряна, причем правительственными кругами. Продолжение войны неизбежно привело бы к новым жертвам. Идти на эти жертвы было нежелательно, хотя бы в силу беспорядков, складывающихся на тот момент внутри России. Россия пошла на мирные переговоры. Силы Японии были также исчерпаны, поэтому она тоже стремилась к миру. Посредничество на переговорах предложили США. В августе 1905 года в городе Портсмут, США, было подписано мирное соглашение. Россия признала Корею сферой влияния Японии. Передала ей право на аренду Леодунского полуострова с Порт-Артуром и южную часть острова Сахалин. Ухудшение материального положения трудящихся в результате кризиса 1900-1903 годов и русско-японской войны нашли выход в революционном взрыве, пришедшемся на 1905-1907 годы.